И сегодня мы поговорим о том, почему вы покупаете ненужные вещи, ну, я в том числе. Как на нас воздействуют, то есть не на нас, а на наше подсознание напрямую, в магазинах, на рынках и везде, где чем-то торгуют. И, кстати, немного о том, чем онлайн-торговля отличается от оффлайн-торговли, и почему ничто и никогда не заменит рынки и торговые центры до конца. Вы попадаете в торговый центр. Тут же все ваши каналы аудиальные, визуальные и кинестетические, то есть весь наш спектр ощущений, заполняется до конца. Мы видим нечто яркое, привлекательное, яркие пятна, акции, яркие обложки журналов, зеленые и красные вещи, книги в ярких обложках, неважность какой-то сферы, яркие продукты. У нас полностью занят визуальный канал. Дальше мы слышим в торговых центрах и даже на рынках всегда играет музыка, но на обычном рынке играет еще и голос продавца, который начинает шуметь и забивать вам что-то рассказывать, предлагать и прочее. То есть аудиальный канал у вас занят, ну как бы у вас заткнуты уши. Дальше кинестетический канал. Все, что мы трогаем, потому что мы открываем книгу, которую мы покупаем, мы ее трогаем, мы трогаем вещи, мы берем и крутим упаковку в руках и везде присутствуют тактильные ощущения. То есть у вас все каналы перекрыты, соответственно, вы абсолютно автоматически регрессируете, то есть впадаете в детство и с вами делаешь что хочешь. То есть можно вам что угодно продать. Таким образом отключается критическое мышление. Но точно так же мы можем сделать и обратный процесс, то есть чтобы все эти выключатели и все эти переполненные каналы, аудиальный, визуальный и кинестетический, наоборот, включили критическое мышление. Ну вот такой парадокс. Вон там стоит книга парадоксов Аллы Кичичжан. Я очень люблю парадоксы. То есть когда вы чего-то очень сильно боитесь, ну, например, самое простое, не решить задачи, или что если вы потратите в этом магазине последние деньги, то они совершенно закончатся, не будет их. Либо что вы купите не то, или вообще не понимаете, чего вы хотите, и так вот тратите, потому что поголик, и масса новых вещей, в которых включаются и подмешиваются какие-то ощущения, которые вызывают тревожность, беспокойство и какие-то неуемные страхи путем воображения. Так вот, воображение наше, которое всплывает из подсознания, это, как правило, наши какие-то давние генетические родовые программы, либо программы коллективного бессознательного, которые бесконечно над нами давляют. Их можно тоже перебить с помощью владения вот этой простейшей техникой. Сейчас я вижу, сейчас я слышу, сейчас я ощущаю. То есть вы возвращаете себя в конкретный момент времени. И если, например, вы чего-то ужасно боитесь, и вам нужно вернуться в реальность, то смотрим только на то, что мы сейчас видим, причем перечисляя конкретно, что мы видим. Например, я вижу на полке, не знаю, там банку красной икры по такой цене, банку черной икры по такой цене. Таким образом мы перегружаем каналы, одновременно подключаем критическое мышление. Или и аудиальный канал, мы начинаем это проговаривать как бы внутри, подключая аудиальный канал. Но можно еще дополнить. Сейчас я слышу, например, голоса продавцов, ребенок там плачет и просит что-то купить, и вдруг раз вы оказываетесь в реальности. И что касается ощущений, то, например, если вы вот даже вот так чуть-чуть поведете плечами, то вы почувствуете вот соприкосновение одежды с кожей, и этого достаточно для того, чтобы вот понять, что у вас реальность. Как это проверить, что вы в реальности? У нас тоннельное мышление замещается на широкоформатное. То есть вы понимаете, что у вас боковое зрение расширилось. У вас как бы картинка, вот даже немножко я вижу за своими плечами. Вот так вы проверяете, вы здесь или не здесь. Если вы не здесь, вы в этом воображении страхе, вы вот колбаситесь в своей голове в картинках, которые выдает вам голова. А если вы здесь, значит, вот вы все попали в реальность. И, собственно, уже как-то воздействовать на вас, произвести какую-то интервенцию внутрь вашего подсознания довольно трудно. То есть если вы сами себя не заколдовываете, заколдовать ни у кого у вас не получится. Эти приемы описаны в большинстве методов психологии. Больше всего и чаще всего их используют в эриксоновском гипнозе, который я тоже практикую, и в НЛП техниках. Я желаю вам быть в ладу с собой. Если что-то не так, то вы можете записаться на сессию со мной. И вы поймете, что большинство из ваших страхов выдуманы. И управлять своим подсознанием совершенно в ваших силах. Силах.